Праздничная программа Дня города включает в себя сразу три дня. Начнется праздник 2 августа. День будет полностью посвящен войскам ВДВ. С самого утра 2 августа на территории Рязанского Кремля пройдет молебен во славу города Рязани. После торжественный прием с участием почетных граждан города и вручение высших наград. На территории стадиона ЦСКА пройдут военно-спортивные праздники. Здесь рязанцы смогут увидеть прыжки с парашютом, выступления роты почетного караула, а также показательные выступления по рукопашному бою и многое другое. Подготовка ко Дню города идет по нескольким направлениям. Благоустройство, праздничное оформление, мероприятия спортивные, культурные направленности, фестивали, конкурсы, информационное сопровождение. Конечно, как всегда, активны ТОСы. В каждом районе города реализуется проект «Таланты нашего двора». Следующий день 3 августа – День спортивный. Самое главное и яркое событие будущей пятницы – это товарищеский матч между командами правительства и администрацией Рязанской области. На улице Почтовой пройдет фестиваль уличных музыкантов «Подбелка-2018». В нем примут участие музыкальные группы самых разных направлений, а также художники и поэты. В настоящий момент подано больше 70 заявок. На танцверанде ЦПК ИО пройдет известный рязанский проект под названием «Беседка». Он пройдет в уличном формате и призван объединить любителей дворовой песни разных поколений. 4 августа, в День города, рязанцев ожидают сразу несколько мероприятий. Для молодежи будет интересен второй фестиваль современного искусства «Параллели», который откроется в фотодоме. Его участниками станут художники, фотографы и дизайнеры разных возрастов. Впервые в Рязани пройдет гастрономический фестиваль под названием «Кухня Рязанского края» на Лыбецком бульваре и улице Почтовой. В этом фестивале принимают участие все лучшие шеф-повара ресторанов города Рязани. Они дадут мастер-классы. Они расскажут о том, как питаться правильно, как питаться с наибольшей степенью полезности. Будет отдельно работать интерактивная площадка спортивного питания. Всю еду, по словам администрации города, можно будет попробовать бесплатно. Еще одно нововведение – это фестиваль туристических маршрутов. Горожане смогут пройти по 15 разным маршрутам, таким как историческая Рязань, семейная Рязань и многое другое. Записаться на них можно уже сейчас. Также пройдет парад городской техники «Рязанский автофест». Он покажет динамику развития городского транспорта. Парад пройдет по маршруту Площадь Победы, Первомайский проспект и Площадь Ленина. Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня города, пройдет на улице Ленина в 21.00. На сцене выступит заслуженный артист России Олег Газманов. В 10 часов вечера начнется праздничный салют. А буквально через 10 минут рязанцев ждет еще один сюрприз – шоу под названием «Танцующие фонтаны». Представители администрации города не раскрывают подробностей. Они только обмолвились, что это не единственный подарок для горожан. Администрация города рассказала, что на празднование Дня города было потрачено 2 миллиона рублей. Часть денег вне бюджетная. Конечно же, мероприятие такого масштаба изменит движение и городского транспорта. Обо всех нововведениях можно будет узнать на сайте администрации города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».